Что мы видим? Пациентка 28 лет, жалоб нет. И сразу бросается в глаза, что это морфотип раннерепродуктивный. Раннерепродуктивный, репродуктивного расцвета отличается только количеством жировой ткани. При раннем репродуктивном ее здесь совсем мало под кожей, либо нет вообще. А при репродуктивном расцвете тут может быть слой целый. Но видим, что ее жировой ткани здесь практически нет. Но пальпируемое образование, всегда лучше пальпировать молочные железы при начале сканирования, пока еще гель не на поверхности кожи. Поэтому это предварительно имеет смысл делать, иначе мы не понимаем, что видим. Сама пациентка не находила, а образование явно пальпировалось. И какая форма образования? Округлая. Явно прямо сферическая форма. Какие контуры? Не соглашусь. Вот смотрите, вот прямо сюда периферию. Вот это место, его проследить можно полностью. Рядом, вот это уже ткань за пределами самой поверхности образования. Вот это ограничено хорошо заметной вот такой гипоэхогенной полосткой, которая полностью окружает. То есть вот этот вот рядом расположенный участок, он относится не к самому образованию, а прилежит к тканям, которые его окружают. То есть сами по себе контуры четкие у образования. Как с эхогенностью? Смешанное это что значит? Давайте посмотрим. У него есть участки внутри, которые вот соответствуют железистой ткани, а не повышенной эхогенности. У него есть прямо мелкие как бы кистозного типа жидкостного включения. И есть гипоэхогенные неправильные формы участочки. То есть эта эхогенность такая смешанная. Какая эхоструктура? Умеренно неоднородная за счет гипо, ан и из эхогенных участков различной формы и размеров. Сказать, что она полностью везде абсолютно однотипная по всем участкам среза, нет, нельзя. И поэтому, когда мы измерили, указываем, если просто указываем один размер, да, в протоколе можно указывать один размер. Что это обозначает? Тогда можно в скобках это было бы не писать. Это полностью округлое образование, 12 миллиметров, да. И какой БИРАЦ тогда будет? Нет, больше. 4Б. Почему? Потому что мы перед этим с вами смотрели схему для БИРАЦ-3. Как бы классическая фиброаденома, у которой овоидная форма, у которой полностью однородная структура, которая гипоэхогенная. А здесь мы ставим 4Б, потому что три отличия от этой классической формы, округлая, от классической схемы, да. Умеренно неоднородность структуры, так ведь? И эхогенность у нее смешана, да. То есть мы в таком случае БИРАЦ-3 не имеем права ставить, да, мы должны его... Нет, если БИРАЦ-4Б, это меньше, это приблизительно около 50% вероятность злокачественности, да. Но это только вероятность, да, ее может там не быть. И бывает, к счастью, такие случаи, когда ставишь БИРАЦ-4С, А потом пациентка приходит и стала намного лучше, и пропунктировали, и доказали, что нет ничего. Такое бывает часто. Но если мы увидели вот эти вот отличия от идеальной картины, мы их должны градуировать ради того, чтобы эти риски не остались незамеченными. Да, вот это ребро. Мало того, мы можем сказать, что... Помните же, что ребра прикрепляются к грудине хрящевой частью. И, как правило, граница между костной частью ребра и хрящевой, она резкая. Но постепенно, с возрастом, начинает костная ткань как бы прорастать внутрь хрящевой. И здесь вот заметно, вот как костная ткань туда прорастает. Хотя молодой возраст, 28 лет, да, но тем не менее, вот уже процесс формирования костного какого-то стержня внутри хряща тут появляется. Он никогда не достигает непосредственно грудины в норме. Но, по крайней мере, видим, что это не резкая граница между костью и хрящом, а вот уже с таким центром.